Мы находимся на юбилейной выставке Prodexpo 2023. С нами Северин Дмитрий, руководитель отдела продаж компании Hendrix Trade Solutions. Здравствуйте! Расскажите, чем занимается ваша компания? Наша компания занимается импортом и дистрибьюцией продуктов питания, плюс есть отдел, который занимается автозапчастями и спортивное направление. То есть, плюс сейчас еще активно стали развивать направление импорта продукции, которая у нас официально разрешена к увозу, но производители не всегда позволяют импортировать это напрямую. А потребность осталась. Вот учитывая этот момент, как поменялся принцип работы в компании за последний год? Я бы даже сказал, за последние полтора года уже практически возникла необходимость более энергично и оперативно принимать решения, перестраиваться, перестраивать стратегические решения и тактические. Плюс сфокусироваться на продуктах, которые более востребованы сейчас на рынке для потребителей. То есть, они более доступны чаще всего по цене при хорошем качестве. И, соответственно, как один из наших основных контрактов – это итальянский кофе Gimoco, развитием которого мы занимаемся уже второй год на рынке RF, то есть как в сегменте ритейл, так и в сегменте фуд-сервис, как раз исходя из ситуации на рынке. И как обстоятельства с продвижением? Развитие идет достаточно активно, так как в рамках соотношения цена-качество Gimoco на полках ритейл сейчас занимает, может быть, не самый, но один из самых доступных натуральных кофе, импортных продуктов для потребителя. А в каких торговых сетях можно видеть такой афин? На текущий момент это у нас X5, торговая сеть «Перекресток», «Азубка Вкуса», «Мираторг», «Вкус Вилл», «Окей», «Виктория». То есть, в принципе, основной пул торговых сетей ритейл, как бы уже поставки ведутся, уже начинаем работать над расширением ассортимента. А что касаемо поставок, изменилась ли логистика? В рамках логистики были небольшие сложности, но они скорее были связаны именно с ростом на топливо. Соответственно, переводчики поднимали цены на перевозки, так как у них не хватало товарооборота в определенные моменты, когда ряд компаний в один момент ушли с российского рынка. А повлияло ли это на стоимость продукта? А, влияло, но, скажем так, не так сильно, как курс все-таки. Когда продукт импортный, основная составляющая – это устойчивый курс рубля. Большое спасибо.